Это движение красноярцев и гостей города стало настолько же популярным, как фотоснимки с Пизанской или Эйфелевой башней. Как же не сфотографироваться с главным символом города – часовней Пороскевой Пятницы, которая благодаря 10-рублевой купюре теперь известна во всем мире. Именно здесь была первая постройка, возведенная русскими переселенцами. Она располагалась на вершине караульной горы на месте древнего языческого кладбища. Доказательством, что там был погост, являются находки археолога Сергея Теплоухова. Он в 1927 году со своей командой обнаружил три захоронения – старинные украшения, шелковые ткани, а некоторые из находок по сей день хранятся в Краеведческом музее. Мы видим здесь серебряный кубок на вершине этой перевитки, серебряный ковш, рукоять его с позолотой. Богатые вот эти захоронения свидетельствуют о том, что это были, ну скажем, вожди или аристократы, жившие в эпоху Средневековья около 700 лет назад. То есть это были предки современных каченцев, хакасов или одной из их составляющих. Гора Кумтигей в переводе с тюркского – песчаная сопка. Вероятно, была священным местом, где предавали земле членов знатного рода. Возможно, они и правили этой территорией. Изначально вместо каменной часовни стояла деревянная стражевая вышка. В ней несли службу казаки, предупреждавшие жителей города о приближении врага. В 1805 году купец Новиков, обветшавшее здание, заменил на деревянную часовню во имя великомученицы Пороскевы. И она родилась в семье благочестивых родителей. Назвали они ее как раз в честь Пятницы. Пороскевы – это греческое слово, приводит с греческого, означает «пятница». Пятница – это день страданий Христовых. Это такая святая, которую очень любили на Руси, почитали на Руси. И практически во всех дамах были иконочки святой Пороскевы. Этой святой молились о плодородии и о счастливой семейной жизни. Только через 50 лет на месте деревянной часовинки появилась каменная, которая радует нас и по сей день. Правда, в 1996 году, когда часовня перешла в ведомство Русской Православной Церкви, ее облик претерпел ряд изменений. На стенах появились расписные фрески, заменили маковку храма. А пять лет назад было принято решение максимально приблизить часовню к ее первоначальному виду. «Большая, меньшая, сама круглая. Круглая, это длинная, вся отлично. Да, вот этот размер более длинный, а вот эта часть меньше. Очень много было «за» и «против», в связи с тем, что мы все-таки привыкли видеть ее уже в том виде, в котором она есть». Однако инженеры, конструкторы, архитекторы доказали, что зеленый цвет кровли и уменьшенная главка – это первозданный вид часовни, датируемый 1855 годом. Свидетельством этому служат старинные фотографии, а также сметы начала 20 века. К новому облику привыкли, но и старый не канул в лету. Главный символ города, известный по всей стране, не перестает вдохновлять красноярских творцов. Так, в 2011 году появилась зеленая копия часовни. В этом ландшафтном виде она сохранила дореставрационный облик. Зеленая часовня обладает всеми элементами, которые есть у настоящей. Если присмотреться, то можно увидеть и декоративные орнаменты, и узоры. Крест, находящийся на Маковке, направлен строго на восток и выполнен в соответствии со всеми православными канонами. Белокаменную красавицу можно увидеть и на другом памятнике, а точнее на той самой 10-рублевой купюре. Часовню Пороскевы Пятницы поистине можно считать визитной карточкой города и неким талисманом всех тех, у кого в кармане лежит заветная десяточка. А гора, на которой она возвышается, и вовсе обросла множеством традиций и обрядов. Часовни ежедневно проходят службы, в полдень стреляет пушка и бесконечной вереницей едут туда свадебные процессии. Ведь где, как ни на этом месте, можно закрепить замочек своего семейного благополучия. Некогда это было место защиты города от врагов. Сейчас это скорее место защиты души. Ведь забравшись на эту гору, где тебя встречает белокаменная часовня, звонкая пушка и невероятная панорама Красноярска, становится радостно и умиротворенно, что есть такое место на карте нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова